Всем привет! Сегодня поговорим о таком важном девайсе для создания укладки, как расческа. От её формы во многом зависит та прическа, которая получится у вас по итогу. Я расскажу, какие расчески для какой прически лучше подойдут и покажу на примере. Ставьте лайк этому видео и пишите комментарии, если хотите больше подобного контента. Приступаем! А спонсором этого видео является моя группа ВКонтакте. В ней вы можете задать любой интересующий вас вопрос по теме укладки. Также в группе вы увидите различные анонсы и голосования по моим последующим видосам. Обязательно переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Итак, мы имеем 4 основные категории расчесок. Скелетные, круглые, плоские и так называемые гребневые. Какая же из них подойдёт для вас, сейчас мы обсудим. Начнём с моих предпочтений. Лично я в основном пользуюсь скелетной и круглой расческами. Скелетная, как по мне, самая удобная. Главная причина, из-за которой я пользуюсь именно ей, заключается в том, что с этой расческой легко создавать округлую волну спереди. Посмотрите, как я это делаю. Подцепляю волос у корней и веду вверх, параллельно с этим поднимая и фен. Его нужно задержать на некоторое время, но имейте в виду, не прислоняйте фен слишком близко, чтобы не сжечь кожу головы. Расческа прекрасно удерживает волосы и не даёт им распадаться в процессе укладки. Получаем объёмную и в то же время элегантную прическу. Кстати, да, такие расчески бывают чуть более округлыми или более квадратными. Если вы, как и я, хотите более естественный объём, то выбирайте полукруглую. Круглый тип расчесок или же брашинг тоже очень хорошо цепляет волосы, но при этом приподнимает их у корней намного больше, за счёт чего создаёт сумасшедший объём. Соответственно, брашинг подходит для любителей высоких помпов. Вот как это примерно выглядит. А какой из вариантов вам нравится больше? Пишите внизу в комментах. Следующую довольно распространённую категорию щёток называют плоскими, ну или лопатами в простонародье. Плоская щётка лучше всего подходит для классических гладких укладок, например, сликбэка, но при желании можно сделать и небольшой помп. Последняя группа расчесок, гребневая, хорошо приспособлена для финиша укладки, а точнее для придания эффекта текстуры. Подобного вида гребни бывает двух видов, с широкими зубьями и узкими. Первые лучше захватывают волосы и хорошо подходят для сликов. Вторые, конечно, меньше фиксируют, но при этом создают более красивую текстуру. Такая расческа хорошо идёт вместе с различными помадами, приолинами и гелями. Кстати, следующее видео будет о том, как уложить волосы без использования расчёски. Если вам интересна эта тема, обязательно ставьте лайк и пишите. Ну а на этом у меня всё. Обязательно делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на канал на Ютубе, на Инстаграм, нажимайте колокольчик и, конечно же, ставьте лайки. Чем больше лайков, тем скорее выйдет новое видео. Всем удачи и до скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok